Товарищи и не товарищи, всем привет! Я все так же болею, у меня все такой же хриплый голос. Спасибо, что переживаете, я думаю, вскоре я поправлюсь, представляете меня здоровой и улыбающейся. Думаю, все будет хорошо. Поскольку, несмотря на заболевание, хочется иногда делиться мыслями. Наверное, поэтому я и веду свой блог. Недавно был задан вопрос. Зачем нужны дети? Вот именно мой женский взгляд, да, зачем нужны дети? Многие блогеры тоже, в общем-то, записывали касты на эту тему. И один из моих любимых блогеров, он все время говорит, что продолжить род, да, вот актуальный ответ на этот вопрос, зачем нужны дети. Вот мой блогер любимый, он говорит, что вы не герцоги, да. У вас нету там наследия нереального, да, чтобы это все потом передать детям. Поэтому продлить род, род кого? Род нищебродов. И тут я отчасти с ним согласна. Почему? Потому что для меня в свое время не было важно, не было идей X назначать ребенка именно в браке. Я хотела ребенка, я хотела ребенка именно от того человека, с кем я была в отношениях. И, конечно, это хоть и была ошибка, но тем не менее. Хотя вот сейчас в одной комнате со мной спит мой сын, и я не могу сказать, что это ошибка. Это было прекрасно. Ошибкой были чувства к человеку. Но в то же время, даже хоть и закончилось все это не так хорошо, как я в свое время представляла, все же есть прекрасный итог. Это наш сын. И, наверное, да, я думаю, он со мной согласен, если ты это слышишь. Ты иногда все-таки смотришь мои видео. Действительно, наш сын, он... Это лучшее, что было в нашем браке. Так зачем же нужны дети? Продолжить род? Я не соглашусь. Я действительно согласна с тем человеком, который утверждает, что большая часть российского населения, да и не только, это люди, которых особо нет денег. Люди, которые иногда даже пробивают социальное дно. Вы заметили, как плодятся зачастую люди, хотел сказать, с низкой социальной ответственностью. Хотя и такое тоже бывает. Люди, которые, в общем-то, не имеют хорошей работы. Люди, которые зачастую пьют, ведут девиантный образ жизни, и, соответственно, которые не могут детям дать что-то хорошее. А зачастую вообще ничего не могут дать. И эти люди как раз-таки прикрываются словами «продолжить род». Род неудачников. Это грустный момент. По сути, они рождают рабов системы. А система рабов любит. Зачем же нужны дети именно с женской точки зрения? Зачастую женщина скажет, что ребенок нужен, чтобы в него вкладывать свою любовь. Но почему же женщина не может тогда вложить свою любовь в мужчину, с которым она находится на данный момент? Любовь к ребенку, любовь к мужчине – это два разных понятия. Есть женщины, которые настолько любят детей, что вообще в априори не видят мужчину, который рядом с ней. Есть женщины, которые, наоборот, не обращают внимания на своих детей, а, наоборот, бросаются в отношения, как в умут с головой. И дети растут, по сути, беспризорниками. Ребенок нуждается в любви обоих родителей. И мамы, и папы. Поэтому, несмотря на то, что я РСП, я не одобряю разводы. И если есть хоть какая-то возможность сохранить отношения, люди должны сохранять их. Но в то же время, кстати, знаете, недавно мне, да и недавно, мне вообще стабильно пишут всякие... Я не могу назвать этих людей даже нормальными. Дегенераты. И говорят, бросьте там в ноги бывшему супругу, да, садитесь ради ребенка. Ты должна там ноги ему целовать, и чтобы он тебя принял. Вот если эти люди хоть немножко раскинут мозгами, да, то они должны, вот если... У них же мужская солидарность, в конце концов. Они должны понять, что если они хотя бы хоть немножко переживают за моего бывшего супруга, то они, наоборот, не пожелают в жизни ему еще раз такой же женщины, как я. То есть чтобы мы сошлись опять. Почему? Потому что, во-первых, садись с бывшей, это за шквар. И просто представьте, да, у меня после бывшего супруга был мужчина. И то есть он должен меня принять опять, зная, что я спала с другим. Не, я, конечно, понимаю, что я ему тоже не детственницы досталась, да, но одно дело, когда вы начали отношения, да, и ты знал, что ты у нее не первый. А другое дело, когда сбыли отношения, потом она опять с кем-то там женщиной-то спала, да, а потом она пробежала, говорит, ой, милый, у нас же ребенок, давай сойдемся. Ну, это, по-моему, дичь полная. Поэтому прежде, чем писать подобные комментарии, эти люди должны подумать, какой бред они несут, и какой участи они желают моему ребенку. То есть это опять ребенок будет жить в атмосфере скандалов, а мы уже не будем с бывшим жить нормально. И, соответственно, бывший должен, грубо говоря, бушную бабу принять, да, и сделать вид, что ничего страшного не было. По мне так это просто бред. Так вот, женщине ребенок нужен в основном для того, чтобы совершить свою некую программу материнства. Все мы существо биологическое, социальное, да, и как у мужчины есть некий инстинкт охотника, да, добытчика, инстинкт самца, так у женщины есть этот красный инстинкт размножения, желание быть матерью. Зачастую этот инстинкт, это желание, оно настолько сильное, что его просто абсолютно никак не заглушить, оно даже разом затмевает. И, соответственно, ничего страшного нет, если женщина завершит эту программу рядом с достойным человеком, который не абриганда, не какой-то там неадекват, который адекватный, хороший, спокойный человек. Ну, даже если это по-первых кажется. В любом случае нужно трижды подумать, от кого вы вызовете детей. И это сейчас не только про женщин, но и про мужчин. То есть нужно, конечно же, все-таки семь раз отмерить и только один раз отрезать. Ну, учить кого-то в жизни, это тоже немножко не мое. Женщине нужно всегда любить двоих. Сейчас, наверное, за эту фразу меня будут кидать мысленно камнями, помидорами и тухлыми яйцами. Женщина такое существо, которое не умеет любить на протяжении всей жизни одного человека. Редко какие женщины умеют любить одного человека всю жизнь. И, наверное, как раз-таки таким женщинам очень важно иметь ребенка. То есть они любят особой заботой такой материнской любовью, любят свое чадо, потом, конечно же, отпускают его в жизнь. Да, вот главное не вот этой безумной материнской любовью, когда ребенку не дают выдохнуть, не продохнуть. Таких матерей я не понимаю. Вот этих, не то, что я же мамок, а которые выращивают корзиночек. И параллельно любить своего мужа именно как мужчину, как самца. Вот тут, конечно, да. Кто-то говорит, что дети вообще не нужны. И знаете, институт семьи, он обесценивается. Понятие традиционной семьи скоро будет просто уничтожено. И, в принципе, знаете, нужды в детях, конкретно как в продолжении людского рода, наверное, на данный момент не имеет такой сильной нужды, как раньше. Раньше по семь, по восемь детей рожали, потому что население было маленькое. Потому что дети болели, дети умирали. И сейчас родители цепляются за любую возможность вылечить своего ребенка, а раньше просто позволяли ему умереть, потому что не было возможности его вылечить. Поэтому рожали просто по семь, по восемь детей. Сейчас предостаточно одного ребенка. А некоторые, кто не хочет, в общем-то, рожать детей, не надо на них давить. Это нормально. Люди просто хотят посвятить жизнь себе. Сейчас при нынешнем населении нет такой потребности плодиться бесконечно. Поэтому понятие в нужде, в детях как в неком ресурсе человеческом, оно отпадает. Понятие вложить свою любовь в какое-то маленькое новое существо. Зачастую некоторые женщины, они думают, что им нужен ребенок, но на самом деле он им не нужен. То есть они рожают и понимают, что, господи, а что я сделала? Вот таким женщинам нужно сначала собаку завести. И если они с собакой поладили, то можно уже потом и ребенка заводить. Тут это однозначно. Но, опять-таки, наверное, не мне судить, да, и не мне учить кого-то жизни. Я просто к тому, что кто-то любит женщин с низкой социальной ответственностью, кто-то любит собачек, кто-то любит кошечек. А есть люди, которым нужно просто свою любовь воплотить в детей. Просто создать что-то прекрасное, живое. И это здорово. Может быть, я была не права, но вот такие вот мысли у меня на этот счет. В любом случае, всем добра-бобра. И до следующего видео.